Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов. Вы на моем канале Комментбайн. Сейчас я хочу рассказать о таком элементе, как проходной сборник конденсата, либо в моем случае на коробке написано это стоп для конденсата диаметром 80 мм. Где он может использоваться? Он может использоваться как для системы дымоудаления, которая делается раздвоенная через адаптер, то есть для подачи воздуха в камеру сгорания, ну и также можно вставить его на основной дымоход. Можно уходить и там, и там. И на моих объектах, кто подписан на мой канал, они знают, что я могу поставить вот эти сборники, в зависимости от того, когда я считаю, что он нужен именно здесь, либо там, я его применяю. На этом объекте он будет устанавливаться на трубе 80 диаметра для трубы, которая будет подача воздуха в камеру сгорания для турбированного газового котла компании Violent Turbotec Pro. Ну давайте я теперь все-таки сделаю обзор. Смотрите, вот номер заводской, кому будет интересно, 7716, кто работает с поставщиками газового оборудования, без проблем, я думаю, по номеру они могут найти вот этот вот элемент, который называется сток для конденсата, но также он еще может называться проходной сборник конденсата. Открываем упаковку, вот его номера, родные, молдавский, азербайджанский, любой номер. В комплекте у него идет вот такой шланг Made in Italy, вот сам сборник. Меня интересует именно вот этот сегмент. Так как у нас сейчас в Минске их нету, поставка ожидается после 20-го числа, мне предложили поставщики газового оборудования именно вот такой вот элемент. Игорь, Дмитрий, поставь. Может быть, заказчик захочет, может нет. На воздухе я предложил заказчику, конечно, это необоснованно дорого, поэтому вот эту систему я буду ставить отдельно у кого-нибудь на объекте, где будет использоваться газовый котел и где надо будет гарантия, но об этом немножко позже. В комплекте что идет? Идет вот такой вот проходной сборник, он обязательно останавливается вот так, то есть конденсатор, чтобы стекал вниз. Это реально лучший сборник, который я встречал проходной на нашем рынке. То есть вот здесь идет канавка, литейка просто идеальная, аккуратненькая резьба одна, вторая, сюда просто потом металлопластиковая труба одевается, накручивается и уводится все в канализацию. Ну, просто формовка отличная. То есть вот эта вот канавка, в которую попадает конденсат и уходит в штуцер. Конденсат дальше не течет уже в котел вовнутрь. То есть это защита котла. Это европейские элементы, поэтому, видимо, европейцы знают об этой проблеме. Об этой проблеме я узнал. У него также в комплекте идет вот такой вот сифон и шланг. Объясняю. Вот этот вот шланг одевается на сборник конденсата через хомут. Хомутики также есть в комплекте. И вставляется вот сюда вот вовнутрь. Также зажимной фитинг есть. Вставляется и закрывается. Ну, а сюда уже идет непосредственно подключение к канализации. То есть выглядит это вот таким вот примерно образом. Немножко мне непонятно. Я бы, конечно, здесь, так как на боковом сборнике конденсата, на проходном сборнике конденсата есть резьба, но я бы, наверное, посоветовал накрутить что-нибудь туда. Потому что хомутики мне не нравятся. Это мое личное мнение. В комплекте также идут вот такие сегменты. Крепежные, два хомута и одна стяжечка. Все. Вот так выглядит система сифона. И поэтому вы ее также можете применить. Потому что у меня заказчики часто спрашивают. Дмитрий, дайте 100% гарантию на то, что не пойдут запахи с канализацией. Ну, как я могу дать гарантию? Вот теперь я могу дать гарантию при помощи вот этого сегмента. Легко, да? Только вам за него надо будет заплатить. Потому что он не ко мне первый раз. Я искал сборник конденсата проходной, и мне только фирма предложила именно в таком исполнении. Ну, мне пришлось заплатить. Я его раскомплектовал. Вот эту часть я поставлю где-нибудь на газовый котел на другом объекте. Скорее всего, этот атмосферник будет. И... Хотя, может быть, стурбированный котел, не знаю. Но есть такая система, очень полезная. Инструкция есть. Все написано. Все указано здесь. Тут. То есть, вот вам раздвоенная система дымоудаления. И вот на вот этот вот вход одевается. Но здесь вот они рекомендуют именно ставить для... Видите? Вот этот вот патрубок. Он идет для выхода газов. Но в моем случае я буду его ставить вот в этом элементе. Потому что бывают такие проблемы, что необходимо ставить именно здесь. На этом элементе. Но это редкость. И этот элемент именно такой... Юнкерс предлагает его как решение проблемы с конденсатом, который может попадать в котел. Но снова, здесь уже дальше очень много о этом можно разговаривать. Обзор не о том, как собирать систему дымоудаления. А обзор о том, как справиться с конденсатом. Либо на подачу воздуха, либо на выходе газа. Все, серийный заводской номер есть. Кому интересно, обращайтесь в свои магазины, которые торгуют оборудованием газовым, котлами. И я думаю, вы решите проблему. Потому что очень-очень вещь полезная. У нас буквально она... Появилась вот такие вещи в прошлом году. В 2018-м. Они были в 2017-м году, но они были эксклюзивные варианты. На этом и обзор проходного сборника конденсата. Либо сборника для выхода в канализацию. Заканчиваю. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Конечно, кому было интересно, подписывайтесь на мой канал. Но этот элемент очень много решит ваших проблем. По крайней мере, он может решить проблем. Его также еще можно установить в вертикальную часть. Но снова же подписывайтесь на мой канал, чтобы знать, где его можно устанавливать. Потому что периодически я такие вещи устанавливаю. И они выручают как меня, конечно, как монтажника и продавца дымоходов. И, конечно, заказчикам. Потому что я стараюсь делать так, чтобы заказчик не знал о том, что у него вообще есть дымоход. Он просто наслаждался теплом в доме. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Дмитрий Михайлов. Коммент-бай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok